Страна только начинала подниматься из руин финансового кризиса и оправляться от потери литовского сыра и испанской колбасы. И тут случились новые потрясения. Главная новость дня — серия скандальных ограблений. Виртуальные воры совершили массовую атаку на интернет-банки. Судя по предварительным данным, воры похищают записи паролей от личных кабинетов и снимают деньги со счетов пользователей. Судя по предварительным данным, воры похищают записи паролей от личных кабинетов. Страны Альфа-Банк поручил распутать дело команде агентов британской высшей школы дизайна. Итак, внимание, слушаем бриф. Ваше задание — выяснить причины ограблений. Вы должны проанализировать пользовательский сценарий клиентов при работе с диджитал-каналами, выяснить барьеры при входе в интернет и мобильный банк, улучшить пользовательский сценарий и не допустить повторения ситуации в будущем. Агенты, внимание! Ваша основная задача — оптимизировать пользовательский сценарий при работе с диджитал-каналами Альфа-Банка. Итак, господа, Юра, ты ищешь, какие технологии входа уже существуют в мире? Аня, нужно обратить потерпевших и составить консумер-джуни. Да, сэр. Павел, приступаем к тестированию и процифированию. Я займусь трендами. А в конце устроим вечеринку. О, круто! Класс! Так, 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 господа, господа, британская высшая школа дизайна, за работу! В первую очередь агенты приступили к опросам клиентов в банках. Я являюсь клиентом трех банков. Сбербанк, Райфвайзенбанк и Альфа-Банк. В основном все свои платежи через интернет-банк я делаю с помощью Альфа-Клика. То есть три банка, три пароля, три логина, как минимум. А где ты хранишь их, где ты эту информацию хранишь? Ну, я, собственно, храню это в своей записной книжке. Но есть ли она сейчас с собой, и мы вполне можем попробовать сейчас зайти в интернет-банк Альфа-Банка. Согласен? Выбираю Альфа-Клик. И увожу логин и пароль. Первая попытка была не очень удачной. Да, к сожалению, часто появляются ошибки. Лучше их не допускать. Учетная запись может быть заблокирована. Покажите, как вы уходите в свой онлайн-банк обычно. Происходит вот так. Я, как всегда, открываю вкладку. Вы идете через броузер, да? Да. А почему не через приложение? Через... Я об этом никогда не задумывался. Почему? Ну, как-то я впервые слушаю приложение. Яндекс. Затем я вхожу... Да, у меня Альфа-Банк. Угу. Да, выбираю Альфа-Клик. Альфа-Клик. Захожу. Захожу. Сейчас. Это всегда долго грузится. А. Так, и что здесь? Вот. И он мне предлагает, значит... А, да. Сейчас он должен прислать мне одноразовую пароль. Я теперь вхожу в СМС. В СМС. Считываю, значит, запоминаю. Угу. Условно. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так. И возвращаю, да, в браузер. И... Я являюсь клиентом трех банков. Сбербанк, МТС и Альфа-Банк. Опыт пользования интернет-банком. У этих банков есть? Пользуюсь только Сбербанком. А почему? Ну, в МТС-банке, когда мне приходит зарплата, это дело довольно сложно. Потому что, чтобы подключить это условно, нужно писать заявление, сделать что-то много всех разных телодвижений. В общем, основное – это доехать до банка, и потом чего-то еще ждать. Потом получать какие-то логины, пароли. Все это каким-то образом износить туда, регистрировать. В общем, это очень сложная процедура, поэтому я не пользуюсь. И, в принципе, и банками я поэтому не пользуюсь. А Альфа-Банк чем не подошел? Получая карту, мне, естественно, подключили интернет-банк, дали логин, потом прислали смс-ками пароль. Но я пока пыталась зайти, в общем, в итоге потеряла бумажку с логином. Вот надо еще раз приехать, и все никак не успеваю это сделать. Да, покажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Я захожу в приложение, вот я прикладываю пальцы, и я в нем. Это самый удобный способ входа куда-либо, по отпечатку пальца, потому что мне ничего не надо запоминать. Все-таки, наверное, геморрой с паролем. Меня бесит то, что я должна где-то взять пароль. И потом, если ты меняешь устройство, тебе нужно синхронизировать, эти логины, пароли. Мне приходится в одном месте держать все это. Вот меня это напрягает очень сильно. Можно же говорить, что номер счета – это непонятная байда. Куча ненужных цифр тут очередных. Вот, так же давайте липись пароль, липись цифр, пальцы, отпечатки пальцев, лица, глаза. После интервью агенты составили пользовательские сценарии, в которых были выявлены основные разрывы и барьеры. Стало ясно, что во всех диджитал-каналах наиболее проблемной зоной является момент авторизации в личном кабинете. Простые люди не в состоянии надежно запомнить и безопасно сохранить логины и пароли, состоящие из обезличенных букв и цифр. Интуитивный пользовательский сценарий заключается во входе в личный кабинет в один клик. Затем была сформулирована ключевая гипотеза – Point of View – как помочь клиенту банка всегда иметь пароль при себе и не использовать физические носители и память. Продолжая расследование, агенты нашли новейшие исследования и технологии для быстрого и безопасного входа в личный кабинет. Люди склонны недооценивать развитие технологий будущего, а все только начинается и произойдет при нашей жизни. Уже сегодня происходят сильные сдвиги, тотальная диджитализация, стремление к простоте, распознавание речи, распространение культуры мгновенности, управление техникой жестами, машины, распознающие эмоциональное состояние, двери, распознающие лица, детектор злых намерений. К 2025 году автомобили, движимые программой «Автопилотом», заполнят автомагистраль. В течение 2040-х годов мы сможем оцифровать и загрузить свое сознание в облако. К 2045 году человек будет способен усиливать свой интеллект в миллиарды раз, подключая мозг к его синтетической копии в цифровом облаке. Агенты, многократно анализируя каждое из решений, выбрали самые удобные и безопасные. Агенты, нам нужно сфокусироваться. Голос. За основу взята система распознавания отпечатка голоса и траектория соединения точек. Эти две технологии изучили детально. Сергей, а как вы считаете, существующая система биометрического распознавания голоса помогает решить проблему входа в интернет-банк? Мнение, когда что-то, безусловно, пригодна, собственно, до этого она и создавалась. То есть, когда мы принимаем голос человеческий, мы делаем многомернейший векторный массив. Там огромнейшее количество, десятки тысяч характеристик. То есть, мы по этим характеристикам сравним. Трификация достаточно фразов в три секунды. Если мы говорим о фразе свободной, если же мы говорим о цифрах, то четыре цифры вполне достаточно. Естественно, да, если человек сильно охрип, но при этом биометрия меня, безусловно, пропустила бы вообще из каких-либо огрехов. Если обычная проходила бы там на 85% похожести, то сегодня я прошел бы 94%. В секретной лаборатории агенты разработали прототип решения. Пришло время следственного эксперимента. Свидетелям назначили очную ставку. Представьте, что вы в отделении, я ваш консультант. Я сейчас завела все необходимые данные для выпуска для вас карты. И я хочу предложить вам подключить услугу онлайн-банка. Вы готовы? Конечно. И для того, чтобы войти в интернет-банк, мы предлагаем вход по отпечатку голоса. Для этого я бы хотела вас попросить представиться в микрофон и сказать дату своего рождения. Деребенко Виктор Михайлович, 1979 год, 8 октября. Отлично. Ждем одну секундочку. Сейчас отпечаток сохраняется. Отпечаток сохранен. И сейчас я вам предложу сделать первый тестовый вход в онлайн-банк Альфа-банка через отпечаток, который уже был сохранен. Все комментарии и вопросы, которые вам непонятны, приветствуются. Поэтому сейчас вы самостоятельно делаете этот вход. Если что, меня спрашивайте, я вам помогаю. Я могу? Да, конечно, конечно. Так вам удобно. Так. Лучше комментировать, что вы сейчас делаете. Я ввожу номер телефона. Отлично. На этом этапе пока все понятно. Мне все понятно. Да. Здесь выбираем голос. Так. Окей. Окей, да. Отлично. И вам нужно... Я должен нажать и сказать. Да, вы должны нажать и сказать, тоже представиться и назвать дату рождения. Деребенко Виктор Михайлович, 1979 год, 8 октября. Окей. Да. Сейчас происходит идентификация. Еще раз можно нажать и все. Да, отлично. Сейчас на этом этапе происходит идентификация. Отлично. Вы уже в интернете. Прекрасно. Такой вопрос. Возникают периодические ситуации, когда совещания, переговоры. Угу. Большие. Когда вроде как ты не задействован, но надо вести себя тихо. Есть вариант использования траектории. Вот сейчас я вам предложу создать свою уникальную траекторию. Вот прям сейчас это можно сделать. Вот прям вот. Да. Угу. И подтвердить. Окей. 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 Вот траектория сохранилась. И если вдруг вы не можете громко что-то сказать, чтобы вас узнала система, то вы выбираете вариант траектории. Блестяще. Ну давай попробуем. Давай. Так, я захожу в интернет-банк. Угу. Альфа-клик. Номер телефона. Так. Окей. Ага. А он мне предлагает траекторию или звук, да? Ну, голос, да. Голос. Ну, я выбираю голос. Тут надо что сказать. А что сказать надо? Вообще нужно сказать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Ну, было бы прикольно, если бы не были вопросы. Ну, например. Ну, забавно. Ну, какая сегодня погода, например, или какое у вас настроение. Ну, так поговорить. Так. А, ну, я, соответственно, произношу Кусалова Налисандрова 14 марта 79 года. Все знают. Он тебя распознает. Да. Он меня распознает и все, распознал. Ну, интересно. Мне нравится. Можешь попробовать. В принципе, это удобный и уже привычный для тебя интерфейс. Угу. Здесь я выбираю альфа-клип. Да. Номер телефона. Это, соответственно, всегда по определению логин у нас является номер телефона пользователя. Угу. Ну, это тоже несколько упрощает систему. Ну, да. И, соответственно, здесь я выбираю траекторию. Да, здесь есть два варианта входа. Либо по голосовому распознаванию, либо через паром траектории. Угу. Ну, траектория у меня, в принципе, понятная. Так как я пользуюсь андроидом, там есть возможность при входе в телефоне выбирать траекторию, да, если трясло. Так. Здесь я... Вхожу. Ну, мне все, в принципе, понятно. Угу. Так как я уже привык этим пользоваться, у меня, собственно, не возникает никаких сложностей. Ну, что, дело можно считать закрытым. Отправим отчет заказчику. Агенты, поздравляю. Задание выполнено. Оплату перечислим на ваш счет. Новая серия скандальных ограблений. Виртуальные воры продолжают атаку на интернет-банки. В полной безопасности только клиенты Альфа-банка. Грабители не смогли подделать голоса клиентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОРНОЕ АЛЬФА-банки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова